Здарова всем! В этом видео мы рассмотрим облачный сервис Гатога, который предоставляет нам целый облачный ПК, на котором можно не только играть практически в любые игры, но и монтировать, стримить, да и вообще делать всё, что хочешь. У-у-у, да это прямо милку! Я вам даже поставил решейд на Far Cry 5 и поиграл в Controls RTX. Короче, будет интересно, я начинаю. Для начала давайте разберёмся, как же всё-таки пользоваться Гатогой. Для начала нам нужно зайти на сайт Гатоги, далее зарегистрироваться здесь и войти в свой аккаунт. Далее мы нажимаем на кнопку управления облаком и тут нам нужно зарегистрироваться в Parsec и скачать, собственно говоря, сам Parsec. Parsec это вот эта вот программа. После того, как вы скачаете, зарегистрируетесь в Parsec, вы можете её открыть. И здесь на сайте Гатоги вам нужно ввести свой логин и пароль от Parsec, затем нажать кнопку включить облако. После чего вылезет такая ошибка и вам на почту, на которую зарегистрирован Parsec придёт письмо, где вам нужно будет нажать на вот эту кнопку. Затем опять вернуться на сайт и включить облако. И дождаться момента, когда оно появится в Parsec. Кстати, с момента включения облака на сайте начинается отчёт времени. Вот, как видите, у меня сейчас доступно облако. Я нажимаю на кнопку Connect и подключаюсь к облаку. Вот, далее Ctrl-Shift-V, чтобы развернуть его на весь экран. И сейчас я могу уже пользоваться своим ПК. Ну как своим, ПК Гатоги. Тут я могу делать абсолютно всё, что хочу. В разумных пределах, конечно же. Сейчас я покажу вам, как же всё-таки правильно его закрывать. Для этого нажимаем на Ctrl-Alt-Tilde. И здесь у нас остаётся Гатога. И время всё ещё считается. Перестаёт считать время после того момента, как вы нажмёте на кнопку «Выключить облако». Вот, как видите, у нас появилось сообщение о том, что облако выключается. И именно после этого момента у вас перестаёт считываться минуты. Поэтому будьте внимательны. Сначала вы выключаете облако здесь, в парсеке. И потом сразу же переходите на сайт и выключаете его на сайте. Вот. И время, получается, считается только тогда, когда облако включено на самом сайте. Поэтому имейте это в виду. И тут хочется уточнить, что Гатога компенсирует время на скачивание и установку игр. Но для этого нужно обращаться в техподдержку. Долго останавливаться на настройках парсек я не буду. Так как, по словам представителя Гатоги, у них скоро будет свой собственный лаунчер. Поэтому, возможно, когда вы смотрите это видео, у них уже есть свой лаунчер. Но всё-таки по настройкам парсек я вкратце пройдусь. И здесь у нас будет вот такая вот штука, где мы можем всё настраивать. Вот. Чтобы она корректно работала, я рекомендую обратиться в техподдержку. И они вам там помогут с ней разобраться. Если она вас раздражает, то вы нажимаете здесь «Скрыть эту кнопку». И всё, можете наслаждаться игрой. Также здесь, как и в любом другом ПК, вы можете настраивать интерфейс под себя. Вот здесь вот поставить 100%, чтобы всё отображалось корректно, как у вас на компьютере. Ну а теперь рассмотрим сам сайт. Здесь мы можем увидеть системные требования для сервиса Гатога. И также здесь внизу мы можем увидеть цены. Как видите, 60 минут стоят 65 рублей. Но если вы покупаете 480 минут, то вам уже их отдадут за 400 рублей. Далее ниже вы можете обратиться в техподдержку. И также здесь есть ответы на часто задаваемые вопросы. Я настоятельно вам рекомендую обратиться в техподдержку, чтобы они помогли вам настроить парсек. Именно под ваше интернет-соединение. Ну а перед тем, как я перейду к тестам Гатоги, которая, кстати, является спонсором этого видео, я хочу сообщить вам, что ссылки на мои социальные сети находятся в шапке канала. Ну а я перехожу к тестам. Начнём мы с интернет-соединения. И честно говоря, когда я увидел, какая там скорость интернета, моя реакция была примерно такая. Чётко. Получается у вас действительно. Умеете. Могёте просто. И она нам понадобится, ведь игры нам придётся скачать и устанавливать самостоятельно. Ну а что по железу? Тут нам доступно GTX 1080 Ti, 16 гигабайт ОЗУ, DDR4 на частоте 3600 МГц и Intel Core i7-9700K. Также хранилище на 300 гигабайт свободного места, которых, на мой взгляд, немного. Хотелось бы хотя бы 500, ведь современные игры довольно тяжёлые. Один Warzone весит более 100 гигабайт. Впрочем, объём хранилища можно расширить. Я, кстати, провёл бенчмарк в CPU-Z и вот что получилось. Думаю, с этим всё понятно. Переходим к играм. Первое, что мне захотелось протестировать, это Cyberpunk. И тут я был приятно удивлён. Игра выглядит намного лучше, чем на моём ПК. И играть более приятно. На высоких настройках графики Full HD мы получаем где-то под 50-60 фпс в городе, а на запредельных 45-50. Также никто не мешает нам выстоять 4К разрешение, но я это делать не советую. Что же касается моих ощущений от геймплея, то скажу, что это намного лучше, чем играть на моей RX 570. Потому что у меня Cyberpunk идёт где-то под 40-45 фпс на низких. И то Full HD с масштабом рендера 80%. Поэтому играть в Cyberpunk на готове мне было намного приятнее, чем на моём ПК. Далее я запустил контрол. На высоких Full HD мы получаем где-то под 75-80 фпс. А на средних фпс вообще переваливает за сотню. Также тут можно включить лучи. И тогда фпс упадёт до уровня консолей. По моим ощущениям картинка выглядела хорошо. Прям не докопаешься, но в игре чувствовался небольшой инпут лаг. Затем я попробовал Far Cry 5. На ультрах мы получаем где-то под 60-70 фпс возле ванпоста. Но по ощущениям картинка была довольно мыльная. Я даже сначала подумал, что дело в размытии в движении. Но как оказалось нет. Это примерно похоже на то, когда вы используете AMD FSR в режиме качества. Далее у нас Need for Speed Payback. Тут мы получаем где-то под 80-90 фпс в среднем. По ощущениям картинка немного замылена, но всё равно выглядит достойно. Опять же таки я сравниваю то, что вижу с моим ПК, на котором я играю. У меня ПК спокойно тянет Need for Speed Payback на ультрах. И скажу, что качество практически не различается. С исключением того, что у Гатоги она немножко мыльная. На этом у меня всё. Пишите в комментариях, как вам Гатога. Ну а вот лучшие комментарии. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok